Потому что меня удивило на веб-сайте, причём приятно, очень удивило, что там написано «пожалуйста, можете копировать, можете рассылать», и обычно говорят «копирайт», нет только согласия автора, а здесь «пожалуйста». И вот это «пожалуйста» звучит так сердечно, вы знаете, очень приятно. Ну, я надеюсь, что вот этот опыт должен быть, то есть это должно вовлекать внимание людей, это должно быть общением, и я считаю, что если люди об этом думают и как-то это показывают друг другу, то это вдохновление, и люди будут жить этим искусством, оно тогда живо сейчас, а не забытое в какой-то заброшенной студии. То есть какой смысл писать такие большие картины, если они будут закрыты от всех? Наоборот, если кто-то будет это рисовывать, это радость любого художника увидеть студентов, которые это рисуют, или увидеть других художников, которые это переделывают. В общем, я считаю, что искусство должно быть очень социальным и открытым как явление, потому что это коммуникация, это визуальный язык, и это язык о нашей жизни, про всех людей, не только про меня, а это про меня, как я вижу этот мир. А, Филипп, расскажите о ваших ученичках. А, ну... Ученичках, потому что они, наверное, маленькие, может быть, у вас большие ученики, я, может быть... У меня разные. Очень плохо сказала? Я веду курсы рисования в пабах иногда, куда приходят любые люди, кто захочет, тот придет. То есть это как-то одноразовые вещи или это система, скажем, какой-то курс? Это регулярные классы, которые, в общем, на интернете выставляются через веб-сайты, и в них приходят люди после работы, взрослые, также туда приходят студенты молодые. И я пытаюсь там рассказать истории искусства, то есть взять, например, позу из Микеланджело, вот, например, или из Бернини, поставить двух моделей, попросить их как-то стать актерами и вот переделать ту композицию, войти в этот ключ мышления. И часто на них костюмы или рассказываю какую-то историю, читаю текст про оригинальную работу, ну, создаю такую атмосферу, где искусство не просто так, ниоткуда, потому что очень много современных художников не любят ссылаться на других или на историю, они считают, что они полностью оригинальные. Я как бы считаю, что, да, у меня есть оригинальный взгляд и оригинальный глаз, но всё-таки всё, что я делаю, это из мира, и мир выбрал меня, а не наоборот, я мир. То есть я просто начинаю что-то видеть, и это потом пользую, то есть это не то, что можно просто так родиться художником, а можно им стать, когда реагируешь на мир. Вот, поэтому я это преподаю моим ученикам. Также я работаю очень много с детьми, даже раннего возраста, вот у меня пятилетние, дети восьмилетние, четырнадцатилетние, и мы с ними не работаем с моделей, потому что это ещё рано для них, пространство и так далее, трёхмерное, оно разрабатывается где-то после тринадцати лет. А вот в раннем детстве я показываю, как вместе ставить цвета, как рисовать разных зверей, натюрморты. Я им приношу книги про историю искусства, у меня библиотека дома, я просто беру эти книги и, я не знаю, привожу там им рисунки Кандинского, или рисунки Врубеля, или там книги про Микеланджело, рисунки, и, в общем, мы их копируем вместе, потом их просто... Пианино упало. Ничего страшного, это просто незаконченная модель. Я вот здесь был пианист у меня в студии два дня назад, и он играл, и я его за два часа слепил. Вообще грандиозно. Да, такой джазовый пианист. Это называется «Рукомастер», как я по-другому не могу это сказать «Рукомастер», за два часа вот это вот всё слепить. Удивительно совершенно. Он играл вот на этом пианино? Да, да, это кейборд, который, кстати, выиграла моя сестра на одном competition, то есть конкурс, на конкурсе фортепиано. Это Валторно? Это лимфониум, по-моему, называется. А вы на нём играете? Нет, я, вы знаете, вот написал с ним несколько картин, просто мне понравился его, мне понравилась эта металлическая сверкающая, отражающая поверхность и форма, какая-то драма, может быть, из фильмов Феллини. А где вы взяли этот инструмент? Просто на Бриклейне, где я живу, там недалеко, всякие блошиные рынки, я как бы коллекционирую всякие антикварные вещи, ну, то есть не дорогие вещи, а какие-то заброшенные вещи, которые, может быть, из детства кого-то или... Вот, я собираю их. А вот создаётся у меня впечатление, не знаю, правильно, неправильно, что вы, вот, двоякость, с одной стороны, абсолютный ребёнок, а с другой стороны, глубочайший философ. И вот эти вот две совершенно противоположные вещи, вот у меня в сознание вкладываются, это вот вы. Что вы по этому поводу можете сказать? Ну, в принципе, вот дети видят мир более детально, они присматриваются. И вот эта детскость, либо это мелодии слышать и петь, либо это рисовать, то, что мы видим, это вот такая сосредоточенная заинтересованность, которая обычно вот начинается в школьные годы, когда люди первый раз видят мир, а потом она с возрастом приглушается, и уже люди имеют своё видение, они на вещи не смотрят. А когда я учился, вот, мне всё время напоминали о том, что нужно просто больше времени смотреть, больше времени на мир, обращать внимание именно на тонкости. Вот иногда я рисовал с утра до вечера, и модель сидела на одном же стуле, но свет солнца проходил от одного конца окна до другого. И всё изменилось, и мне пришлось рисовать и менять освещение на том же самом, на той же самой картине. То есть, если как ребёнок смотреть очень внимательно, то ты впитываешь гораздо больше. А вот уже философская часть, конечно, она должна быть более созрелой, то есть человек должен, чтобы размышлять о мире, должен знать историю, быть начитанным, знать какие-то архетипы. И вообще не просто так говорить ни о чём, а вот как-то пытаться всё вписать в какую-то теорию, в какой-то труд. И поэтому для этого нужно быть уже более серьёзным и более взрослым. Но, в принципе, да, изначально художник должен просто смотреть без всякого понимания, просто смотреть и знать. А уже когда рисуешь картины, нужно быть композитором, оркестровщиком и историком. Так что я считаю, что здесь это очень здоровая двухсмысленность, очень важная для творчества. И вот мои родители тоже самое говорят, что они пишут музыку, и они тоже как вечные дети. И многие люди не понимают этого, и не понимают, почему художник или музыкант будет всю жизнь отдавать таким вещам, которые, ну, они не приносят никакой, ну, как говорится, у нас нет никакой уверенности на завтрашний день. Мы не знаем, где мы будем, как художники, мы не знаем, на что мы будем жить. Но многие люди этого просто не понимают, потому что для них это никакой небезопасности. Но на самом деле этот риск, он так и есть у всех. Мы все живём и рискуем каждый день, поэтому лучше этим использоваться для творчества, чем быть неуверенным в себе и неуверенным в том, что вы делаете в жизни вообще. Поэтому я считаю, что, да, нужно быть немножечко как ребёнком, но ещё при этом это всё собирать вместе и как-то перестраивать мир. Перестраивать мир, наверное, да. То есть вы рады, что вы стали художником, да? Я, да, и не только то, что я стал, я думаю, что я не стал, а просто я это делаю всю жизнь. То есть это я, я другого мира не знаю. То есть у меня нет с чем сравнить, быть или не быть художником. Я это делаю, естественно. И когда вы учились в школе, когда вот там дети учат математику, биологию, у вас, вы уже знали, что вы художник и... Ну, я всё учил, и я думаю, что важно всё вместе учить. Я также интересовался литературой, историей, музыкой. Я много и левелов учил одновременно. Я совершенно не считаю, что это эксклюзивно одно или другое. То есть я не считаю, что художник должен только рисовать. Но он рисует ведь всё и совмещает всё. Вот я хотел показать тут ещё портфолио. Просто что такое быть каждый день художником или практиком. То есть откуда столько всего, откуда столько этих образов. Вот я говорил про мои классы. Обычно я работаю не один, а вот там группа людей. И модель, иногда другие учителя. И вот иногда несколько моделей. То есть это такой процесс, где синтез всего вместе. Я работаю акварелью на бумаге. Акварель мы делали сами тут в студии. Иногда я покупаю, но в основном я делаю свои собственные краски. А как вы делаете свои краски? Я на вот этой мраморной доске их растираю. Из такой, из пигментов. И гам арабик по-английски будет. В общем, кристаллы такие из дерева. Вот я могу показать их. Вот такие кристаллы. Их разбиваю на порошок. И вот беру пигмент, например, вот такой вот. И всё это растирается жидкостью. Вот такая вот. Это уже я пи-и-и. Можно эту другую? Это смола? Да, это такая смола, но из Эфиопии, или Северной Африки. Из специальных деревьев тоже. А как называется это дерево? Ну, там разные деревья. По-моему, это называется арабские деревья. Какая-то сосна? Может быть, скорее всего, да. Вот у меня разные есть смолы. Они из сосен тоже всяких. Вот, например, это венецианская сосна. То есть, я пользую разные какие-то элементы, какие-то продукты. Вот я растираю их с водой. Вот этот гам арабик. И добавляю пигмент на давление. Потом, значит, у меня получаются такие вот... Сейчас найду. Вот, сейчас, секундочку. Должны быть... Сейчас, может быть, я уже просто их всех унес, использовал. Ну, такие получаются краски солидные, из разных цветов. А это должно быть свежеприготовлено всё время? Или же может храниться? Нет, но оно сохнет, оно становится твёрдой, а потом её можно носить с собой. Вот, вот так вот. Ага, и вы её потом твёрдую... А чем вы разводите? Просто водой. Это акварель водой, да. Это вы только акварель готовите сами, а масляные краски? Масло тоже я готовлю, да. А каким маслом вы пользуетесь? Вот у меня масло из Германии. Вот оно, в большом банке. Это из Мюнхена. Я 20 литров купил, это вот 5 литров. И я вот уже 5 лет этим пользуюсь. Это растительное подсолнечное? Это льняное масло. Льняное масло? Да, и это основа всей живописи. Вот этот чемодан набит моими тюбиками, в основном, собственного изготовления. Так, а как вы краски вкладываете в тюбики? А вот тюбики, вот они покупаются такие, и потом заполняются просто мастихином. Это очень интересно. Да, и закрываются, запечатываются, чтобы воздух не доступался. И, значит... Ну, совершенно удивительно. Я таким образом экономлю очень много денег. А вот это вот, то есть, вот вы можете взять вот эту штучку, да, и продолжать ей красить? То есть, это вот рабочий инструмент, да? Ну да, там жидкая, жидкая краска внутри. А как вы знаете, какого цвета они все одного цвета? Ну, я делал тут маленькие лейбл, ну, то есть, это уже... Вот они все одного одинаковые. Да, они все... Как же вы их найдете? Ну, я их всех сделал, поэтому я помню. Ну, здесь написан пигмент, в принципе, вот зеленый. Ну, можешь открыть и посмотреть. И, да, это просто в рабочем, как бы, виде. Ну, это удивительно. То есть, не новая из магазина. Ну, я таким... Я экономлю и все-таки делаю гораздо больше краски, и она мне длится много лет. Вот, так что я делаю свою краску, потом натягиваю холсты вот так вот, проклеиваю их. Тоже. А где вы берете холсты? Ну, вот холсты я их покупаю. Это вот это? Вот это? Нет, нет. Вот здесь вот кусок материала. Это тоже длиной холст. Это здесь продают где-то на маркетах? Или... Ну, в специальных магазинах. В специальных магазинах, да? Было, чем тратить 20-30 фунтов за один тюбик. Поэтому я, конечно, решил, что... Я вот провел где-то месяц, и каждый день несколько часов делал каждую краску в больших таких баках. И после этого я какие-то краски продал, то есть, все стоимости покрыл. Ну, конечно, это все равно очень дорого, потому что потом приходится какие-то вещи покупать, и холсты дорогие. В общем, конечно, я на это трачу очень много денег и время. Так или иначе. Ну, это необходимо. И поэтому, когда художник продает картину, он не только продает одну картину, а он продает всю свою практику. То есть, от и до сделания зарисовок, до натягивания холстов, снимать помещение, выставляться. В общем, это не один день, а это вся жизнь.